Сегодня день Икс. Сегодня у дедички в выпускной детском садике. Так что мы идем на их утренник в честь окончания этого периода жизни, этого этапа. Мы переходим в другой этап. Я одела на себя вот это вот платье символично. Николька ест там вкусняшку. Она отжала у меня, моего покрывала, потому что она его истерзала. И я ей его отдала. Просто сказала, ладно, фиг с ним, плавай в нем. Ну и у меня будет вот эта вот сумочка через плечо. И просто босоножки. Я уже носки свои повесила там, потому что я сейчас оголяла ноги. И вот мои босоножки. У меня, к сожалению, нет подходящих босоножек. Так, я Никольку, во-первых, оставляю. Телефон мне нужно забрать. Нет подходящих босоножек, увы. Ну как-то так. Так доча уже пишет, мне надо уже выходить. А вот и виновница торжества. Ой, какие мы красивые. Ой, какие же мы красивые. Ой, Диди, я тебя умоляю. С ума сойти. Обалдеть, Дидюша, я тебя поздравляю. Спасибо. Я не буду тебя целовать, чтобы тебя не испачкать своей помадой. Ни в коем случае. Но помажем. Да. Диди сегодня, последний день, заходит в стены своего садика. У нас сегодня выпускной бал. Это моя сваха. Пойдем. Пойдем. Пойдем, а я хочу. Спасибо большое, вам спасибо огромное за все. Спасибо большое. Мы в бахилах, на нас надели бахилы и поднимаемся. Тебе бабушки, маму, папу. Мы таким большим коллективом пришли за Дидю болеть, отмечать. Павхан, поздравляю. Спасибо. Я тоже поздравляю душу. Для нас это событие, правда? Да. Ваше первое такое событие. Праздник по случаю прощания с детским садиком я показывала в отдельном видео. И хочу всем сказать огромное спасибо за поздравления. Я была очень тронута вашими теплыми комментариями и добрыми словами в адрес моей семьи. Отдельное спасибо за пожелания, которые вы высказывали Диде. От нее вам огромный привет и слова благодарности, а также и от ее родителей. И еще были сказаны приятные слова в адрес моей свахи. Всем еще раз большое спасибо. Я рада, что вы есть и что вы именно такие. Ну а после утренника празднование продолжилось. Дети нас повезли в ресторан, который называется Бутабаку. Этот ресторан располагается на подъеме от Разина на Невчилярь. И поэтому с его площадок открывается потрясающая панорама. Поселок Разина как на ладони. Территория ресторана оформлена красочно. Имеется небольшой водоем с рыбками. Водоем располагается под лестницей, которая ведет на верхние ярусы ресторана. Арочный проем украшают статуи двух очаровательных дам, которые держат на своих головах корзинки с чем-то очень съедобным. На стволах деревьев имеются вывязанные узоры. Так любят украшать деревья в своих садах турчанки. На ветке дерева висит качеля, на которой сидит некто похожий на железного дровосека или на щелкунчика. Я не разобралась. Но этот персонаж является скворечником. Вот только я не знаю, это гостиница для птиц действующая или нет. Еще мне очень понравилась одна задумка дизайнера территории. Это две собачки, стоящие возле собачьей будки. Характерно то, что они изготовлены из сапог. Ну, великолепная мысля, согласитесь? Одним словом, создатель территории и ее хозяин хитро задерживают посетителей на входной площадке и привлекают их внимание к ресторану. Тут вообще очень много фотозон с такой, знаете, разной комплектацией. Посмотрите, какой огромный самовар гордо пыхтит на подиуме. А вот эти три тетушки, которые пекут хлеб в тандыре, сопровождая процесс разговора, и ведь, наверное, кому-то перемывают кости, ну, а может, просто решают мировые проблемы. Например, всемирное повышение цен на продукты. Кстати, следующая лавка в тему. Здесь дядечка продает овощи и фрукты. Вот даже есть весы. Не просто так. Точнее, я бы так сказала, у дядечки перерыв на чай, а вот его помощник работает. А до этого, на самом деле, я с вами просто общаюсь, отвлекаю вас от плохих мыслей. Хочу, чтобы вы расслабились и забыли про то плохое и ужасное, что творится вокруг. Кстати, спасибо за лайки и смайлики в комментариях, поддержку ролика и канала. Мы в лифте поднялись на открытую площадку. Здесь много посадочных мест и по вечерам звучит живая музыка. С этой площадки открывается вид на разинскую лесопосадку. Когда-то здесь начинались работы по облагораживанию территории. Грузовыми машинами вывозили мусор, от которого очищали эту местность. Но потом, увы, работы прекратились. А жаль. Как по мне, то тут так можно разгуляться в фантазиях. Можно организовать замечательную парковую территорию. Причем именно для прогулок. Безо всяких аттракционов. Что-то вроде парка для пенсионеров. Но нет, серьезно. Установить фонтаны и ручейки с водопадами. Красиво, тихо и спокойно. В общем, я опять разошлась. Мы поднялись выше по лестнице и наткнулись на железного диджея. Стоящего у аппаратуры и компанию ему составляла железная дама, которая что-то набивала в микрофон. А затем мы разместились в вип-кабинете. Мы, честно говоря, в стиле дизайна этого ресторана вообще запутались. Мы честно пытались разобраться, но ничего не вышло. Какое-то смешение стилей и каких стилей мы тоже не поняли. Ну, может быть, вы нам поможете. Сейчас я выйду на балкон и опять открывается вид на лесопарк. Еще сейчас я вам поближе покажу поселок Разина. Он будет левее. Вот, и Разина как на ладони. Красиво. Чуть позже к нам присоединился брат моего зятя. Он единственный дядя вообще нашей Аидочки. Нам с Гудой. Гуда это сваха. Понравились наволочки на подушках. Мы их рассматривали. Приятные же, да? Смотрите, как думаете. Мы перешли за стол, потому что нам принесли еду и мы стали трапезничать. Мы ели салаты. У нас был столичный и из хрустящих баклажан. Лакомились ассорти из кебабов. И еще заказали тушеное мясо. Хочу сказать свое слово по поводу еды. Вкусное. Но вот кебабы мы и повкуснее пробовали. Причем в менее пафосных заведениях. Нам приятного аппетита. И вам, если вы сейчас за столом, тоже приятного аппетита. После обеда мы чаемничали. И у нас был вкуснейший лимонный чизкейк. А чаем нас угощал вот этот вот импозантный мужчина в кепочке. Аэродром. Помните Мимино? Конечно, помните. Вы сами мне про этот фильм напоминали, когда... Ну, в общем, тогда. У нас в некоторых ресторанах сейчас модно так подавать чай. Для Диди был именной Армудик. Обычно для виновника торжества Армуды украшают браслетом из бусинок. И фиг ты его снимешь со стакана. Мы пробовали. Он, знаете, как он имеет диаметр узкой части стакана. И все. На украшение не покусишься. А сейчас я, как истинный папарацци, поймала кадр, о котором никто не подозревал. Чисто случайно попал момент, как девер моей дочери протягивает чаевые дядечки. Ну, он там так весело раздавал чай. Ну, как не отблагодарить? Надеюсь, увидев эти кадры, на меня никто не обидится. У нас было два вида чая. Простой черный и из чабрецу. А еще мое внимание привлекла медная сахарница на столе. Красивая и очень тяжелая, как в старину. И сахар вареный. У нас в Азербайджане такой сахар популярен, вкусный. Многие хозяйки сами дома варят такой сахар. Моя мама тоже варила сахар из какао и с орехами. Потому что папа такой сахар любил. Вкусняшка. Дидя у нас очень любит рисовать. И мы заметили, что она соблюдает пропорции. Надо в ней это тоже развивать. Очень может пригодиться. А это я просила Дидю мне улыбнуться. Она долго настраивалась. Но потом получилось то, что получилось. Как-то так. После праздничного обеда мы сначала все разъехались по домам. Ну а уже вечером по проходе я с детьми поехала проведать дачу. Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали в место, которое называется Таб Гутаб. Это в смысле Найди Кутаб. Гутаб это по-русски беляши. Смотрите здесь, какие раритетные машинки стоят. Смотрите, москвич. Вы поняли? На этот москвич посмотрите. Такое дерево светящееся. Я под светящимся деревом. Это еще не все. Я вам сейчас еще покажу. Смотрите. Запорожец. Два часа позора и ты на даче. Вот так называется это место. Таб Гутаб. Вот. И это еще не все. Идите сюда. Сюда идите. Смотрите, что дельфин летает. Вы только сюда посмотрите. У них еще номера есть. Это вам не просто так. Это вам не просто так. Поняли? Вы вообще поняли? Какое место. По площади большое. Хорошие. Гномики вон там. Есть. Столы. Столики. Мухоморы. Вот. Куда они пошли? Если что, сейчас время 21.02. И мы только сделали заказ на Кутабы. У них тут, смотрите, какие длинные столы. Места у них немало, я вам должна сказать. Большая территория. Дедя там катается. Сейчас пойду посмотрю. Музочка зато какая играет обалденная. Все как я люблю. О, раскачивается мадмуазелья вон там. Да, в общем, 21.02. Мы сделали только заказ на Кутабы. Я аж сразу на три Кутабы покусилась. Ты, да, осторожно, да, Аида. Да, виноград, смотрите, у нас успевает. Вот, видите, виноград. Николька, ты видишь, виноград. Николька, пока у меня на руках. Сейчас кому принесет ей ее воду и ее еду. Здесь бар есть, наверное, пивко. Да, пиво там. Официанты сноют туда-сюда. А мы, знаете, что я вам не сказала? Мы были на даче. Мама бы меня так не смогла. Не смогла так, да? Ой, какая ты молодец. Ты сама так раскачалась. Ну, умница. Вот, мы были на даче. Я вам, честно говоря, ничего не сняла, не показала. На самом деле, продвижение есть. Закончили пол, начали, закончили укладывать керамогранит на пол. Перешли на, перешли на, перешли в ванную комнату. И что еще? Сейчас я скажу, что еще там было. Блин, я совсем забыла. Из головы уже влетело мне. Что еще было? Ну, стены я показывала. Ну, в общем, хочу сказать, что он такой тоже промежуточный вариант. Думаю, в следующий раз уже, когда явные изменения будут, я покажу. Все разбежались, да? О, Николь, тебе принесли еду и воду. Еду и воду. У нас это графин окрошки. Такой. Наше здоровье. Ждем кутабы. Ну, а вот и кутабы. Сняшка. А это к кутабам. Сейчас. Это гатах. Зачем мне удобно? Нормально мне. Гатах. Аджика и сумах. Угу. Чокса, он забыла сказать. Я хочу сомать. Нам приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье. Приносит огромную пользу. И величайшее удовольствие всем. Я, кстати, здесь сейчас заметила, что у них растет портулак. А у меня кто-то просил, когда я заговорила о том, что у меня во дворе рос портулак. И это вообще сорняк. Вот. Мне сказали... И я говорила, что это вкусный сорняк. Мне сказали, покажите, как же он выглядит. Вот. Смотрите, вот это портулак. Это очень вкусная зелень. Ее просто вот минуточку, две-три отварить в воде. Так, чтобы вот эти стебельки стали помягче. В подсоленной воде. На дуршлаг скидываете. Укладываете на дарелочку. Сверху готэх. Ну, там мацони, йогурт. Что у вас? И все. Чесночком, да, чесночком. Это так вкусно. Вот. Я очень люблю. А еще соленый портулак. Я вообще обожаю. Ну, соленый я стараюсь не употреблять. Вот. Вот такой вот. И он растет. Вот это сорняк. Вот он у них вот так вот вдоль. Ну, так все здесь дорожки. Вот так растет. Эта коза со мной дерется. Она хочет подбирать здесь всякую еду. Вот, видите? Вот. Его хорошо собирать, когда он молоденький. То есть стебельки, когда не очень толстые, тогда он вкусный, приятный. Когда стебельки становятся уже такими толстыми. Ну, так. Не очень. Куда пошла? Очень здесь аккуратно. А еще сегодня, знаете, от того, что температура понизилась, да, и такой легкий ветерочек есть. Не такой, как вчера сумасшедший. А легкий. Так приятно, так комфортно. Не жарко. Ну, так чуть прохладненько. На что я напоролась? У них тут, оказывается, огородик есть свой. Смотрите. Кукурузка посажена вон. Тут еще что-то растет. А тут вот зеленушка. Вон базилик. Еще что-то. Я не знаю. Не разбираюсь в таких огородных культурах. Ну, вы все знаете. Вы скажете, что это растет. Что-то оно такое цветет. Не знаю. О, перчики вон такие. Ух ты. Какие перчики. Классно. Ой, у них тут собака. Николя, у них тут где-то, наверное, собака. Хорошо, если она здесь сейчас не на выгуле. Вот у них вольер, смотрите. Тут написано, что, дорогие родители, значит, просьба к вам наблюдать за детьми, чтобы они здесь не бегали. Ну, вот в вольере здесь собак, вот плодовые деревья тоже здесь. Ну, вот перчики. А это что такое, Николь? А это длинный стручковый такой перец. Как интересно. Тогда свой огород, это хорошо, конечно. Там что-то похожее на помидоры, по-моему, есть. Николь, давай идем отсюда от греха подальше. Я не знаю, где у них эта собака. Она в вольере или она отпущена? Не знаю, мы не будем испытывать судьбу, ладно? Ну, в общем, у них вот такой большой, видите, огородик. Вон это все, это у них огород. Как мне понравилось здесь, слушайте, очень атмосферно, очень. Именно атмосферно. Я потому что атмосферу, часто умею, что еще нравится, что вот такие вот маленькие оазисы здесь создаются на газонах, на вот этих вот участках таких, да? Установлены всякие фигурки. Вот здесь, например, курочки с цыплятками, там пеликан, вот тут, тут, пожалуйста, это фламинго, там зайчики вон еще, вон там тоже. Ну, там, а здесь грибочек с ежами, семейство ежей. Вот так подвешены кашпо с петуней. Стелющиеся цветы, эти, не стелющиеся, а, ну да, правильно, стелющиеся цветы. Растения, в общем. Очень-очень атмосферно, очень приятно, вот так под навесами, длинные столы. Смотри. А-а-а, выпусти! Все-таки она достала, я уже не знаю, как только она так охотится за этим. Ты посмотри, а! Коза, дереза.